Всем привет! Сегодня у нас на обзоре точная копия Samsung Galaxy S6. Телефоны представлены в трех цветах. Белый, золотистый и черный. Так называемый черный сапфир. Телефон не совсем черный, он имеет такой глубокий синий оттенок. Корпус телефона исполнен полностью из стекла иззади и спереди, имеет такую металлическую окантовку. Стекло закалено и не подвергается царапинам. Это мы проверим чуть позднее. Теперь давайте быстренько пробежимся, что же идет у нас в комплектации. Итак, коробка абсолютно такая же, как у оригинала. Имеет такую дополнительную защиту конверт. Открываем коробку, смотрим. Защитная транспортировочная пленка имеется, я ее уже снял с телефона. Конвертик с небольшой инструкцией, там же скрепка для установки наносим-карты. В самой коробке у нас находится адаптер для зарядки, шнур и наушники, на которых написано Samsung. Давайте быстренько пробежимся по корпусу телефона. Итак, по правой стороне у нас находится кнопка включения блокировки-разблокировки, слот под наносим-карту. Снизу у нас динамик, микрофон, разъем под зарядку, разъем для наушников 3.5. По левой стороне у нас находится только прибавление-убавление громкости. Сверху у нас есть инфракрасный порт для того, чтобы вы могли переключать телевизор с телефона и шумоподавитель. На задней крышке у нас находится камера, такая вот она выпуклая. Здесь вспышка и датчик, который определяет улыбку. По внешней стороне у нас находится одна механическая кнопка, здесь вот две сенсорные, они подсвечиваются. Наверху у нас фронтальная камера, динамик и датчик света, приближение-удаление и также стоит датчик для управления жестами. Ну что, давайте сейчас проверим корпус телефона к устойчивости от царапин. Берем монетку и начинаем вот так прям смело водить. Вводим по корпусу, пытаемся его поцарапать. Ничего у нас не выходит, царапин нету, пожалуйста. То же самое и с основным экраном. Смотрим, ни одной царапинки. На монетке я не остановился. Возьмем резак и поводим резаком. Какой ужасный звук, очень неприятный. Так, смотрим. Царапины. Ни одной царапинки нет. Ну и то же самое, в принципе, и сзади. Так что телефон можете смело класть в карман с мелочью, с ключами. Он у вас не поцарапается. Итак, давайте включим телефон. Загорелся у нас Samsung Galaxy S6. Звук так же, как на оригинале. Сейчас он прогрузится. Стекло здесь стоит Gorilla Glass третьего поколения. Очень отличный сенсор, отзывчивый. Вот, так же есть, как я уже говорил, управление жестами. Давайте сразу посмотрим его характеристики. Далее протестируем графику. Поиграем немножко. И камеру посмотрим. Итак, версия Android стоит 5.0.2. Восьмиядерный процессор. Разрешение дисплея 720 на 1280. Камера у нас 16. 15, 15 и 9 написано. Мегапиксели основная. Память оперативная у нас 1 гигабайт. 956 мегабайт. Вот, доступно. Основной накопитель 32 гигабайта здесь пишется. Но в реальности здесь 16. Но вот, доступно 15, 25. Также восьмиядерный процессор, число ядер. Тактовая частота 1300 Мегагерц. Дисплей, значит, 720 на 1280. Плотность пикселей 320 ДПИ. Камера у нас 15,9 мегапикселей основная. А фронтальная 4,9. Ну, то есть 16 и 5 мегапикселей. Вот Android, как уже видели, 5.02. Вот, ну, здесь остальные датчики, гироскоп и так далее. Давайте я вам покажу, как работает управление жестами. Влево-вправо. Вниз-вверх шторка. Поверхней шторки мы видим здесь Wi-Fi, геоданные, звук, поворот экрана. Автономный режим, фонарик. Работает, горит. И, так, не туда. И яркость экрана. Можно также поставить в авторежим. Можно, так, фонарик выключим. Можно управлять руками. Функция эта включается в настройках. Так она и называется, движение жестов. Здесь все галочки проставляем. Сейчас я их выключаю. И ничего у нас не работает. Сейчас все это включу. Все работает. Давайте проверим графику. Установил я Need for Speed последняя версия. Очень тяжелая игра. Очень сильная графика. Так, погнали. Пожалуйста, игра идет абсолютно. Не тормозит. Так вот, по дрифте даже можно немножко. Пришел я вторым к финишу. Ну, ничего страшного. В общем, как вы видите, игру он тянет спокойно. Ничего не подтормаживает. Ну что, давайте напоследок протестируем камеру. Посмотрим, как она работает. Фокус. Есть. Стикеры сфотографируем. Посмотрим, как передает. Так, не сфокусировался. Есть. Посмотрим цветопередачу. Цвет абсолютно такой же. Приблизим на коробке. Все довольно четко. Видно даже шероховатости. Какие есть на коробке. И телефончики. Все довольно четко. Очень неплохо. Довольно достойно фотографирует. Ну что, дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Если это видео было для вас полезным, ставьте лайки. Не забывайте подписываться. Все полезные ссылочки будут в описании. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.